я у ребят всем привет наконец-таки я вернулся записываю 5 новое изучение клеем мне долго не было да у меня были такие важные дела во первых у меня была днюха до мая 18-летие потом я получил права потом был новый год короче декабрь был достаточно напряженным таким месяцем поэтому я молча снимал практически вообще ничего не снимал ну youtube он так особо не заходил ну я отвечал конечно комментарии там всякие но не так чтобы что-то снимал нет потому что у меня просто не было времени и вообще я какой-то был не собранный короче сейчас же у меня ну все нормально я собрался я могу продолжать записывать новые видео как я уже сказал раньше я сегодня буду записывать изучение клео сегодня будет очень такая важная тема потому что многие мне просит ее заснять ну раз вы просите я запишу конечно же как вы многие знаете мы раньше писали скрипты на метках ну помните мы ставили двоеточие потом писали название метки потом уже делать какие-то там действия строили конструкцию какую-то там и в там делали ну вы поняли да и потом мы делали gf например джам это все скажем так прошлый век сейчас же есть более удобный способ писания скриптов намного более удобный потому что им пользоваться ну просто одно удовольствие не вот сегодня вам про это расскажу все это называется цикл и еще их называют как я понял высокоуровненные константы м к сожалению то очень сложно выговорить давайте просто будем называть циклы потому что по сути это и есть циклы ну давайте приступим всего их три всего этих циклов 3 они каждая из этих трех циклов отличается друг от друга мы рассмотрим сегодня все эти три цикла и надеюсь мы точнее не мы а вы поймете что и как едят и едят эти циклы короче ночи мы сейчас все это рассмотрим давайте начнем самого первого и дойдем до третьего потом я спущусь ниже там еще кое-что есть и обо всем этом поговорим ну что же давайте начнем с самого первого цикла этот цикл вал вал если перевести на русский язык это типа когда когда что там что там и так далее давайте я прочитаю вам описание этого цикла и пока буду читать буду вставлять свои комментарии цикл вал работает до тех пор пока условия истина ну что же давайте рассмотрим сначала синтаксис сейчас вам расскажу что это такое видите как выглядит синтаксис пишется слово вайл потом пишется какое-то условие вот здесь потом пишется об коды которые мы хотим чтобы выполнялись в цикле и в конце ставится and and типа конец например это цикл будет работать только тогда когда условия которые вы сюда поставите будет выдавать нам true то есть правду например когда 5 больше нуля то продолжается вот выполняется цикл естественно 5 больше нуля всегда будет она не может быть меньше нуля поэтому до цикла будет бесконечным и он будет повторяться всегда то есть вот здесь то что об кода вы поставите не будут выполняться постоянно а если же вы например поставите сюда если 5 нет 0 больше идти то такой цикл не выполнится ни разу абсолютно он вообще не выполнится что бишь он просто перейдет этот цикл вообще он как бы не выполнится он просто перейдет дальше вот сюда и тут уже будет выполнять ваши команды которые вы есть напишите но это что касалось об кодов то есть вы можете запасы какой-то об код то есть у лап код условия какого-нибудь но есть еще одна один вариант написание цикла вайл это вайл true и вайл фолкс в аутюм этот цикл бесконечный он будет выполняться всегда и кстати вот его очень часто используют поэтому я буду наверное всегда использовать этот цикл потому что но он самый простой так скажем его легко использовать в общем вы к этому еще придете давайте пока сейчас вам нагружать особо вас не будет так вы сейчас нагрузитесь когда увидите как этим пользоваться сразу конечно все не поймете но со временем вам к это придется вайл true в аутюм если перевести на русский когда правда как я уже сказал раньше цикл вайл работа до тех пор пока условия цикла истина то есть пока условия цикла выдает нам правду естественно напишем вайл true то правда будет всегда поэтому цикл будет повторяться всегда постоянно бесконечно как хотите называйте и думаю это понятно хочу заметить одну вещь подметить то есть из цикла который бесконечный можно выбраться для этого и специальная команда но по это поговорим очень попозже а пока я вам расскажу кое-что про цикл вайл дальше условия цикла проверяется до первой итерации цикла вы спросите что такое итерация итерация это один проход цикла то есть вы здесь есть тело цикла как только это тело цикла хотя бы один раз выполнится это есть итерация что означает вот это предложение условия цикла проверяется до 1 итерации цикла это означает что прежде чем хотя бы один раз тело цикла выполнится условия должно будет провериться то есть изначально проверяется условия только потом выполняется тело цикла например у цикла репит немножко по-другому ситуация обстоит сейчас бы про это поговорим но я хочу вам тоже заметить еще раз повторяю прежде чем тело цикл выполнится хотя бы один раз проверяйте условия поэтому если условия не будет нам выдавать правду то есть истину да то тело цикла не выполните ни разу это важно это очень важно не забывайте это ну давайте сейчас дочитаю до конца то что принципе я сейчас вам уже рассказал поэтому если условия изначально ложно цикл не отработает ни разу понятно только что им об этом говорил это все что касалось цикла вайл ничего здесь сложного нету все очень просто конечно на первый ваш взгляд конечно это будет не очень просто но вы привыкните к этим циклом вам будет очень легко что же идем дальше второй цикл цикл и питантил цикл репитантил на самом деле очень простой цикл он выполняется до тех пор пока условия цикла не будет истины смотрите сейчас вам постараюсь то попроще объясните вот думаю как же он все таки попроще это все рассказать что вы не запутались и но было легко ладно давайте сначала попробуем прочитать может быть мамы так будет все понятно вот так вот выглядит синтаксис цикл репитантил пишется слово репит репитов есть и перевести на русский повторять вал это когда антил это пока то есть повторять пока видите пишется репит потом тело цикла то есть мы тут пишем обходы которые хотим повторяли чтобы тут антил антил это пока и вот здесь мы пишем условия что вам сказать в принципе здесь так все понятно думаю после цикла вал я уже там все рассказал давайте я прочитаю цикл репитантил работает пока условия цикла не будет истина условия цикла проверяется в конце итерации цикла поэтому данный цикл будет иметь минимум одну итерацию помните вам отказался я вам говорил то что цикле вал сначала стоит условия потом уже начинает цикл уйти в репите все наоборот сначала идет один раз тело цикла а только потом уже идет условия цикла поэтому тело цикла выполнится хоть минимум один раз это понятно этот цикл может быть опять же иметь как его он может быть антил 3 фолз здесь может быть и вал 3 фолз если мы здесь напишем репит антил трю то цикл выполнится всего один раз есть мы напишем репит антил фолз то цикл будет выполняться бесконечное количество раз потому что видите работает то есть цикл репитантил работает пока условия цикла не будет истины думаю это все понятно опять же я здесь не думаешь ли что-то сложно ездить нужно просто немножко головой поработать и у вас все получится и давайте наконец мы перейдем к третьему циклу это такой достаточно важный цикл этот цикл типа перебором его еще называют перебор ну как потом называете в общем вы поняли этот цикл for for это плечу то я туплю вот я думаю как жила на русский перевести for это ну бля не знаю вот что башка вообще как это не варит у меня я просто не знаю думаю сейчас поймете есть я начну читать описание цикл for имеет строго ограниченное количество итераций и повторения ну здесь думаю и так все понятно то что сейчас прочитал то есть эти циклы неизвестное количество раз нам повторяются то есть в принципе здесь опять же здесь мы указываем сколько итераций сделать циклу например for нам синтаксис цикла for наверное самый сложный из всех который здесь был давайте мы его рассмотрим пишется слово for не обязательно писать все эти слова большими буквами можно писать маленькими буквами просто написал большими чтобы было видно лучше да короче for потом ставится переменная например переменная 0 может быть и глобальная переменная но глобальные переменные в клево использовать естественно нельзя поэтому будем использовать локальные переменные ну грубо говоря пускай будет это переменная 0 здесь может быть любая переменная 0 до 31 32 и 33 не учитывая потому что таймеры нахуях эти таймеры так значит пишется for потом пишется переменная в этой переменной будет храниться значение текущего интерации цикла даже ставится равняется и пишется начальное значение например напишемся значение 0 теперь выбираем ту или down ту если мы напишем ту то значение от 0 до ряда 1000 она будет увеличиваться если мы пишем down ту то нам нужно будет здесь поставить сначала 1000 потом 0 ту увеличивай значение down ту понижает то есть если мы напишем 0 и 1000 то она будет написать ту потому что 0 будет к 1000 прибавляться то есть 1 2 3 и так далее а down то это будет с 1000 до 0 например 999 998 ну это понятно ту увеличивает down ту понижает значит тут пишется начальное значение тут конечное значение эти оба значения не включительные то есть если 999 она станет он не отключится он сначала пройдет только потом отключится цикл то есть включительно и последнее необязательный параметр цикла for то есть его можно не вообще не писать и можете писать принципе как угодно я честно его всегда пишу привычку уже пошло это параметр степ это шаг цикла бля нахуй мы рассказываю если вы здесь мне уже все написано и не на эту плену сказал башка чуть меня не варить сейчас ну давайте принципе я здесь уже все это рассказал конечно начни давайте шаг последнее что осталось степ это шаг цикла опциональная величина на которая будет увеличиваться или уменьшаться переменная цикла после каждой итерации по умолчанию равна одному ну давайте попробуем простым языком да например вы написали поставили переменную 0 начальное значение написали 0 поставили ту 1000 то есть этот цикл будет выполнять 1000 итераций что такое степ если мы напишем степ 1 то как вам объяснить о том да от нуля до 1000 будет по одному увеличиваться то есть 0 1 2 3 и так далее есть мы напишем здесь ст 5 то цикл пойдет немножко по-другому он будет таким образом идти 0 5 10 15 20 вот это и есть собственно суть степа принципе опять держи здесь ничего сложного нету по умолчению степ равен одному то есть это обычное число степ можно использовать как и дробное число вы можете написать 0.1 таким образом у вас будет значение дробно дробного числа то есть флот увеличиваться по нужному вам шагу в общем это опять же это уже заморочки я рассказываю вам примерные но вы разберетесь ничего сложного нету естественно весь код я оставлю в описании что вы могли разобраться с самим прочитать что он тут написал так это все что касалось циклов ребят видите вроде не сложно понять можно просто немножко подумать так посидеть привыкнуть и конечно не пугайте что у вас ничего не получается с первого раза в принципе с первого раза это после перехода с мета плану мало кого получается но это все очень полезно ребят если вы научитесь писать скрипты с помощью миру такими это говорю с помощью циклов вам будет очень удобно скажем так вы просто будете ну вы будете на расслабоне короче писать скрипты потому что он не будет мучиться вообще никаких мучений короче не будет это все что касалось циклов теперь давайте рассмотрим еще кое-что я решил включить последние вот эти две вещи в данный видео урок ну что ж давайте рассмотрим я написал цифру 4 это континью и брейк помните когда я рассказал цикл вау я сказал что цикл вау если мы напишем true то данный цикл будет бесконечным и но из бесконечно цикла можно будет выбраться вот и собственно вот как из него выбраться есть такие две команды континью и брейк не волнуйтесь если сани бюлдер у вас их не подсвечивает они работают вы не волнуйтесь я когда используйте команды я думал не работают они меня не подсвечиваются надеюсь просто на самом деле они просто не подсвечиваются но они работают команда конченовать и прочитаем думаю здесь в принципе все достаточно просто написано и думаю выполнить поймете даже без моих рассказов. Если вы хотите пропустить итерацию цикла и перейти к следующей, используйте команду continue. Команда break заставляет скрипт немедленно прекратить работу цикла и перейти к команде сразу после него. Думаю понятно, здесь в принципе нечего рассказывать, все и так вроде рассказано. Обе эти команды могут быть использованы как параметр в обходе, например обход jf, то есть jump и false, вы можете писать jf continue и так далее, или jf break или как отдельная команда, то есть вы можете написать или просто continue break или можете использовать и в каких-то определенных обходах, например, jf continue, jf break и так далее. И это опять же, здесь опять ничего сложного нет, ребят, думаю все опять же понятно. Я не знаю, что вам может быть здесь непонятно, а на самом деле это очень просто. Опять же здесь вам нужно будет просто уже поэкспериментировать, я думаю вы разберетесь, ничего сложного нет. И остается, ребят, самое последнее, это условия, высокоуровненные условия. Это были высокоуровненные константы, а здесь высокоуровневые условия. Высокоуровненные условия можно использовать в высокоуровненных константах. Это все очень просто, я вам сейчас покажу пару примеров, но сначала я вам расскажу как это использовать. Высокоуровненных констант, ой точнее условий, да, высокоуровненные Уровненные условия, блять, сука, это хуйня, пока выговоришь, блять, просто заебешься. Их два вида, первый это if, then, and, а второй if, then, else, and, здесь добавляется слово else, сейчас расскажу между ними, какая разница, if, then, and. Простой, самое-самое простое это условие, if, потом пишется условие, которое вы хотите, вы можете написать, как обычно, if, and, if, or, или просто if. В отличие от меток, здесь if обязательно писать надо, если вы здесь if не напишите, у вас ничего не получится, поэтому всегда пишите if, помните, я вам говорил то, что в метках вы можете не писать слово if, потому что оно просто не нужно, в циклах такое у вас не получится, поэтому вы всегда должны писать слово if, но если вам нужно будет это if убрать, вы можете декомпилировать скрипты, там уже оттуда это убрать, но это уже лишнее геморрой, в принципе, не обязательно это делать, но если вы такой прям педант, да, вам хотите, вы хотите все это убрать, то дерзайте, это уже ваше дело, ну короче, мы ставим if, потом мы пишем условия, условия может быть как обычно 7 или 8, всегда это путаю, не знаю почему, если у вас больше одного условия, вы пишите if and, если у вас одно условие, вы пишите просто if, если у вас, вы хотите поставить условия, чтобы одно из перечисленных условий выполнялось, то if or пишите, ну в принципе здесь все как всегда, я вам про это все рассказывал, ничего опять же сложного здесь нету, я куча раз вам об этом говорил, потом идет команда zen, ее надо писать обязательно после всех условий, которые вы написали, по-русски это будет затем, то есть если условия цикла нам вернет правду, то есть true, то выполнится вот это тело условия, здесь мы пишем все, что хотим, чтобы произошло после выполнения условия, то есть если оно true, и все, на этом мы заканчиваем, если в данном случае условия цикла будет false, то это все проигнорируется, и скрип перейдет вот сюда, вот, вот сюда, вот сюда, и все, и здесь уже будут ваши обходы идти, и уже ваши опять циклы, и что угодно, и второй синтаксис этого условий, этих высокоуровненных, это if then else and, сейчас вам расскажу о принципе разницу, в принципе это все то же самое, что и первый синтаксис, только здесь добавляется слово else, else, это команда означает, если условия вернет false, то вы пишите уже свои действия, которые хотите использовать в false, ну блять, опять же, здесь нихуя опять сложного нету, не знаю, ребят, многие ругают, что высокоуровненные константы это сложно, это не нужно, на самом деле это очень нужная вещь, и очень простая вещь, на самом деле, ребят, вы просто должны будете это понять, вы должны это почувствовать, что же еще вам рассказать, вы можете использовать цикл в цикле, то есть вы можете, например, вау-тру, сделать, поставить цикл вау-тру, в нем же еще один вау-тру, и так далее, может несколько циклов быть, может быть вау-тру в репите, и так далее, в общем, это все уже фантазия, естественно, высокоуровненные условия можно использовать в высокоуровненных константах, или в циклах, как хотите их называете, continue, break, все это возможно использовать, думаю, я вам все рассказал предельно ясно, не думаю, что какие-то вопросы еще возникнут, если опять же вам что-то непонятно, ребят, я вас прошу, пишите в комментариях, я постараюсь ответить, я слежу за комментариями, вы не думаете, что я, блять, вообще игнорирую вас, мне на вас похуй, нет, это не так, я читаю комментарии, я отвечаю на них, ну, если, конечно, они не супер тупые, блять, которые я тысячу раз объяснял, все, вы опять спрашиваете, такие комментарии я не люблю, и я стараюсь их не отмечать, потому что это просто уже издевательство, ну, что ж, я вам рассказал про цикл, рассказал, что такое continue break, условия и так далее, теперь давайте покажу вам пример, вот такой пример, вот так он выглядит, на самом деле, здесь используются все, все, что я вам объяснил, ну, кроме continue break, не думал, что сейчас это понадобится нам, в принципе, можно куда-нибудь сюда захуячить это, while true, ставится основной цикл, вот так это выглядит, видите, while true, то есть бесконечный цикл, и вот в самом конце пишется команда end, то есть это будет, видите, какой большой цикл, вот это все, это while true, вот это все, видите, в конце стоит слово end, это конец цикла while true, вот синтаксис, while в конце стоит end, вот while true end, многие спрашивают, как я строю вот такие вот, ну, вот столько места пропускаю, у меня вот такой красивый код получается, это называется табуляция, табуляция, ну, это простая вещь, это просто с помощью клавиши, таб, делается, вот, например, вот у вас, вы пишете новый скрипт, вы пишете, wow, wow true, потом пишите wait 0, и, например, ставить end, это будет просто бесконечный цикл, с командой wait 0, так как цикл бесконечный, надо поставить обязательно wait 0, не забывайте про это, это все как в метках, только здесь, while true, вместо метки, ну, что ж, опять же, что я вам хотел сказать, табуляция, вы смотрите, нажимаю вот сюда, например, да, вот перед самим обходом, нажимаю клавишу tab, и видите, у меня слово wait сдвинулось вправо, в принципе, ребят, это табуляция, это сделано только ради удобства, это делать не обязательно, поэтому, если вам, вы не умеете пользоваться табуляцией, не используйте ее, а это уже ваше личное горе, скажем так, потому что здесь не имеет никакого значения, с табуляцией вообще насрать на вашу табуляцию, вы можете писать с нее или без нее, а главное, правильно пишите синтаксис end и так далее, про это я рассказал, ну, собственно, код очень простой, wow true, бесконечный цикл, ставим wait 0, потому что цикл бесконечный, если мы не поставим в бесконечном цикле обкод wait 0, том, у нас крашница игра, она зациклится и так далее, потом мы пишем if, ставим условия того, что у нас нажата клавиша 1 или введен чит-код 1, после этого мы выводим сообщение на экран, это будет красным цветом, while true started на 1000 миллисекунд, или, проще говоря, на одну секунду, потом мы ждем эту одну секунду и начинаем цикл репетантил, вот он так выглядит, в цикле репетантил, вот его тело, здесь команда wait 0, в принципе, ее сюда писать не обязательно, потому что цикл будет конечным, но я ее сюда поставил, чтобы хотя бы увидеть, каким, ну, что цикл сработал, потому что если я все не поставлю, то этот цикл сработает на огромной скорости, я даже не успел увидеть, как цикл посчитал что-то, поэтому я сюда написал команду wait 0, сюда ее писать не обязательно, потому что цикл, как я уже сказал, конечный, этот цикл будет заканчиваться только тогда когда переменной 0 станет число тысячи как только это произойдет цикл выйдет и перейдет дальше дальше я жду тысячи секунд и начинают цикл for видите вот так выглядит цикл for пишется переменная 0 например можете писать любую переменную ставится равняется начальное значение ту тысяча то есть от 0 до 1000 step 1 шаг 1 то есть 0 1 2 3 если бы написал ст 5 например то у меня вышло 0 5 10 15 20 так далее и я опять же вывожу все это значение на экран и ставлю команду n да я хоть и не сказал очень важную вещь в циклах в и for ставится в конце слова and в цикле repeat until and не ставится потому что until как бы уже заменяет and очень важно не ставьте после репита слова and это не обязательно нет это нельзя это не нужно правильно сказать это не нужно вообще забудьте про n цикле repeat естественно если вы выпить используйте какие-то другие циклы например вайл то там конечно надо будет поставить end но я сейчас говорю именно про станции кого repeat если вы используете кого repeat как бы как основной цикл в котором будут какие-то определенные другие циклы то вам там не ставят ставить end не нужно будет это обязательно видите вот здесь и не поставили repeat until and нету а вот прервал true видите в конце у него end стоит и вот цикл for for и в конце стоит end это обязательно этот цикл повторится тысячу раз то есть это сообщение на экране мне выйти тысячу раз после этого я жду опять одну секунду и вывожу на экран что у меня все успешно произошло прошло закончилось как хотите называйте опять же и я заканчиваю скрипт с помощью команды 0 а 93 все ребят это все что касается высокоуровенных констант здесь очень просто на самом деле вам я оставлю конечно все это в описании вы постарайтесь почитать надеюсь что-то поймете на самом деле очень просто я могу вам сейчас покажу еще несколько примеров вот я подготовил если честно я эти обкоды писал чисто не обкоды а скрипты чисто для blasthack а просто кто-то там просил ну я решил их включить в ролик вот например простой случай использования if if условия ставим then то что надо выполнить после если условия выдаст там true и end и видите в конце стоит 0 в 43 0 в 43 этот код который позволяет нам выйти из тела команды ну если условия которые здесь написано не будет выполнена скрипт перейдет сюда и отключу собственно команду нам но опять же это уже другая тема не хочу открыть особо отходить от нашей темы прошу прощения вот еще хороший пример этот скрипт будет показан нам на экране где расположен наша мышка воутру цикл wait 0 if есть и скрипт активирован он здесь активируется с помощью команды топ ставим цикл repeat until он будет нам рисовать на экране координаты нашей мышки пока значением переменной 0 будет равняться одному и ну опять же понятно я все это оставлю описание ребят я просто сейчас уже не знаю как рассказать вам все это я вроде старался что вы все поняли надеюсь вам что-то понять не стало что такое wait wait говорю вайлах repeat until for и так далее вы всему это научитесь просто к этому нужно как-то привыкнуть я опять же все четыре скрипта оставлю что вы разобрались как использовать в ватру и так далее все вот это это очень просто ребята опять же повторяюсь это надо просто уметь есть его научить записать вам будет очень просто потому что многие путаются все эти метки метки блять метки ну конечно для совсем дубов может быть метки каким-то образом будет полегче но на самом деле если разобраться циклах то конечно же цикл выигрывают в плане удобства и понятия кода я вроде все рассказал ребят надеюсь вам было интересно не послушать счет у меня горло болит я хочу кашлять но я сдерживаюсь чтобы закончить видео да ладно ребят давайте заканчивать это видео на забыл поставить сюда вот так чтобы это можно было скомпилировать все ну как я уже сказал видео продлилась практически полчаса до полчаса я вам здесь пиздел всякую хуету про цикл и хуй циклах ладно ребят все заканчиваем весь код оставлю в описании и что ж ребят до новых встреч